Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 30 октября 2022 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния, в некоторых уже, кстати, 31-е. После того, как я сделал передачу об Антоне Красовском, это директор канала РТ Россия, который предложил заживо сжигать украинских детей в горящих хатах, я стал получать обращения зрителей, типа «Вы думаете, что он один такой подонок?» и ссылки на статьи и выступления других подонков. Должен сказать, что из всего пришедшего кошмара на меня самое серьезное впечатление произвел некий обозреватель Михаил Хазин, который великал на российских каналах, да и кое-где из блогеров в США и Канады тоже. А я его воспринимал как экономиста, который, как я, интересуется связью, скажем, экономики и политического устройства. Ни взглядов, ни убеждений, ни этноса, ни религии, образования Хазина я не знал. Я автоматически предположил, что он носитель фамилии Хазин еврей, и что он либо из Москвы, либо из Питера и там проживает. Это все. Вот эта фотография, сделанная недавно, Михаил Леонидович Хазин. Ну, давайте послушаем. Смотрите, с одной стороны, Израиль агрессивно поддерживал Украину. То есть, как видите, я не соврал. Хазин начал с обмана практически, так как украинцы обижены на Израиль, что он их не поддерживает в достаточной степени. Как сказал Леонидович, у Израиля такое сложное положение, что любой агрессивный шаг может обернуться тысячами смертей жертв среди гражданского населения Израиля. Ну, послушаем. Если есть с одной стороны, то значит, теоретически должно быть и с другой стороны. Смотрите, с одной стороны, Израиль агрессивно поддерживал Украину. Если вы почитаете форумы всей интеллигентской еврейской общественности, которая из России приехала на русском языке, то там такая русофобия, что просто не в сказке сказать, не смог произнести. И бешеная поддержка украинцев. То есть, в среде русскоязычных жителей Израиля бешеная поддержка украинцам. Украинцам, правильно говорить мне сказали. Значит, вопрос, почему? Ведь часть приехала в Израиль из России, часть приехала из Украины. Почему? И по сведениям Яд Вашем, надеюсь, вы знаете, что это такое, в Украине во время Холокоста погибло около 1 миллиона евреев, а в России, Литве, Латвии, Белоруссии в то же время погибло столько же, то есть порядка миллиона евреев. То есть, если говорить о том, кто убивал больше евреев, то учитывая погробы в России, ярый антисемитизм в Литве, ненависть и страх перед евреями в Украине, Молдавии и т.п. то уровень еврейской трагедии в Украине и России был практически одинаков. Я знаю, найдутся сейчас кто-то, кто говорит, говорит, нет, у нас в Литве значительно больший процент, все правильно, в Вильнюсе значительно больший процент, либо в Украине у нас это значительно более корни там длинные. Да, но факт остается фактом. Миллион евреев погибло во время Холокоста в Украине, и миллион погибло на территории России, так сказать, вот этих малых стран, о которых я говорю. Уровни еврейской трагедии в Украине и России были, как я уже сказал, практически одинаков. По крайней мере, те, кто погибал в погромах, не разбирался. Его убивают и насилуют украинцы, литовцы, молдаване или русские. Это чудо, на самом деле, что евреи вообще могут быть за кого-то в войне Россия и Украина. Они говорят, пусть потомки одних, там, убийцы подонков, убивают потомков других убийц и подонков. То, что евреи эмоционально взяли сторону украинцев, это честь нам. Я принадлежу к этому же самому народу. И хвала, что мы можем различать, кто пришел убивать, а кто защищает свой дом и своих детей. И различать, несмотря на ту трагедию, которая произошла в прошлом поколении. Но пойдем дальше с господином Хатином. Попытка намекнуть им, что ребята вообще не под свастикой выступают, может это как-то нехорошо, кончается тем, что те, кто это говорит, значит, забивают и выгоняют. Он утверждает, что украинцы ходят под свастикой. Я смотрел довольно много хроники перед войной и сейчас, и свастики вообще не видел. Хотя, так сказать, ну конечно, наверное, где-то в каждом государстве, среди каждого народа и тому подобное. Я не утверждаю, что ее нигде не было. Я говорю, что многие месяцы ее не видно, не чувствуется. И все, что я слышу от Зеленского и других, никак фашизм не напоминает. А вот, кстати, Россия и то, что говорит Путин и его всякие люди, да, например, так сказать, предложение сжечь украинцев детей в хатах, это очень напоминает фашизм. Но, значит, есть такая пословица или поговорка, не бросай в другого камень, если ты сам с грешком. И тут Офейгеля, значит, человек из еврейской фамилии, не утверждаю, что он еврей, по его поводу полезла интереснейшая информация. В интервью подкастеру Стиву Дуднику, где Хазин пытался объяснить, что он имел в виду, он упомянул клуб МГУ имени Флориана Гейлера. А немецкого рыцаря, значит, клуб, он принадлежал к этому клубу, почему-то его назвали именем этого рыцаря немецкого, хотя, так сказать, своих там руководителей крестьянских восстаний, типа Пугачёва и Разина было полно. Ну, не важно. Значит, давайте мы посмотрим, что же он такое говорит Дуднику по этому поводу. А Флориан Гейлер был в чистом виде вот такой за справедливость. И, соответственно, когда Гейдар и Джамали дали каких-то денег на клуб такой вот, философский, то он этот клуб сделал имени Флориана Гейлера. Меня сразу же заинтересовал вот Гейдар Джамал, Флориан Гейлер и клуб его имени, где вторым человеком после Джамала был Александр Дугин, известный в России антисемит, антизападник, славянофил там, ну и т.д. и т.д. и т.п. Вперёд, ребята! Последний путь по Вио-Долоросу уходит даль дивизия СС. А древнегирванская песня здесь переделана, так сказать, на русский лад. Она была гимном 8-й каверийской дивизии СС Флориан Гейлер. Спустя 70 лет, в 2011 году строчка из гимна СС-овской дивизии стала девизом московского философского клуба Флориан Гейлер. Официальный президент и инициатор клуба Гейдар Джамал. Глава, то что называется, Исламский комитет России и философ-оккультист, как он сам себя именует. Его правая рука – Максим Шевченко, ведущий ряда аналитических телепрограмм на Первом канале, член Общественной палаты Российской Федерации. За спиной члена Общественной палаты во время интервью в одном из конференц-залов Центрального дома предпринимателей висело изображение бородатого мужика в форме Лангснехта. Очевидно, это и был воспетый в немецком фольклоре черный рыцарь, который сражался под черным знаменем и носил черные доспехи. Предчестных рыцарей черного ордена СС Генриха Гимбляра. И вот, значит, из видео с заседания клуба. Первое слово я представляю человеку, который является еще одним интеллектуальным инициатором и создателем клуба наряду с Гейдаром Джималем – Александру Герьевичу Дугину. Сказал на собрании интеллектуалов в Центральном доме предпринимателей телеведущий Максим Шевченко. Один из ближайших соратников Дугина на этом заседании был одет в черный мундир эссетовца. Впрочем, в своей книге воспоминаний Лимонов назвал Дугина Кириллом и Мафодием фашизма. Отнюдь не из-за этого маскарада. Причина в том, что Дугин жил тогда в фашистской среде, поэтому ходил в правых фашистских цветах. Кстати, правые фашистские. Мне очень странно, потому что фашизм – это национальный социализм, он левый. Но неважно. В 1980-х годах некий Евгений Головин, Дугин и Джимал учредили тайное общество под названием, вы угадали, Черный Орден СС. Скопированное с эссэсовских матриц. Издавался журнал с аббревиатурой СС, а потом объясняло, что это Splendor Soils, то есть Блеск Солнца. И сочинили бим Черного Ордена СС, романтизирующий сверхлюдей в форме Waffen-СС. В пересрочной Москве иногда редких ночных прохожих пугала шумная компания крепко поддатых людей странного вида. В центре столицы они орали «Хайл Гитлер» и тянули руки в нацистском приветствии и горланили песню на слова «Головина». Еще раз. Вперед, ребята. Радостно и грубо. Нас вдохновляет свастика в ночи. Еще мы поглядим, как ваши трупы. Танцуют танго в газовой печи. Вот, а что было тогда, если бы вот это произошло? Как хороши, как свежи были бы розы, как весел, как чудесен русский лес. Ай, в последний путь поведал рус, а уходит вдаль дивизия СС. То есть, дорогой или дешевый Хазин, вы все еще думаете, что клуб, в котором вы состояли, не имеет к дивизии СС никакого отношения. Други Даджимал, близкие друзья и наставники Михаила Хазина, и он член клуба, член московского философского клуба Флориан Гейер. А судя по его взглядам, член возможной черной сотни СС. Судя по этому, Хазин должен радоваться нацистским флагам и тихий волонтер на помощь украинским якобы фашистам. Вот, если он за фашизм, почему ему не устраивает, что большинство евреев в Израиле якобы за этот самый фашизм его поддерживают? Ну, давайте послушаем. Значит, с точки зрения какого анализа, это означает, что Холокост их ничему не научил, и нужно будет его повторить. Повторяю, что сказал Хазин. Холокост их, евреев, которым он не принадлежит, потому что их, да, ничему не научил, и нужно будет его повторить. Нужно будет его повторить. Вы не расслышали? Давайте еще раз. Это означает, что Холокост их ничему не научил, и нужно будет его повторить. Конечно, факт того, что президент премьеры половины кабинета Зеленского и евреи не очень поддерживает идею о фашизме, но если Хазин фашист, то почему и Зеленский не может оказаться фашистом? Вперед, ребята! Яростно и грубо! Нас вдохновляет свастика в ночи. Еще мы поглядим, как ваши трупы. Танцуют танго в газовой печке. А что же Хазин думает о Холокосте? О 6 миллионах убитых нацистами евреев, возможно, его, кстати, и родственников, Бог его знает. Вот я не выяснял, может быть, его родственники там же. А после того, что он сказал, ничего более отвратительного сказать нельзя. Но смешное и жалкое можно. Вот, например. Что с ними делать? Я думаю, что если Турция возьмет Кипр, то тут Израиль не выживет. Потому что без американских денег он не выживет. Американцы больше денег не дадут. То есть Хазин утверждает, что Америка содержит Израиль. Давайте проверим, что говорит историк. Экономист, историк, политический обозреватель Хазин. Израильское ВВП на 2021 год составляло 481,5 миллиарда долларов. Что на душу населения транслируется как 32 298 долларов на каждого жителя Израиля. А Россия с населением в 28 раз больше, чем Израиль, имеет ВВП в 3 раза больше. Население в 28 раза больше, а ВВП в 3 раза больше. И на душу населения это, они говорят, 12 500. Я думаю, что обманывают. Но мы ведь хотим знать, какую долю в бюджете Израиля составляет американская помощь. Правильно, да? В прошлом году она составила 3,8 миллиарда долларов. То есть, 7 тысячных процентов. Даже если бы американцы начали забирать в Израиле эти деньги, а не давать, то вообще не повлияло бы на израильскую экономику ни в ту, ни в другую сторону. Так какой же он, Хазин, я имею в виду, экономист, он даже арифметики не знает. А может, знает, кстати, но просто врет. А может и не знает, а врет, потому что незнайки всегда врут. Ну, ладно об этом кошмарном высказывании. Хозяин уже начал пытаться зализывать, хозяин высказывания Хазин, зализывать раны. Пару дней назад он появился на одном из подкаст-каналов Америка, где явно договорился с ведущим. Сейчас я покажу вам, объясню почему. Как и какие вопросы ему задавать. Значит, послушайте сами этот цирк. Вместо того, чтобы спросить, скажем, у Хазина, объясните ваши слова о необходимости второго уничтожения евреев, происходит вот что. Нам говорят, что это провокаторы, которых у нас полно, много. Значит, чего-то такое начали делать. Ну, давайте еще раз. В основном провокаторы, а их у нас много. Присылали видео, притом оно было обрезанное со всех сторон. Вот еще семь недоверия, мол, провокаторы, а еще и обрезали со всех сторон, чтобы мы, не дай бог, не увидели правды. То есть нас готовят к тому, что неправда все это. А потом еще интереснее. Мол, Хазин сказал, что мы скоро устроим Холокост и уничтожим государство Израиль. Говорит Дудник, мол, скажите, вы действительно такое говорили? А Хазин никогда в жизни ничего подобного не говорил. Он сказал другое. Давайте еще раз послушаем. Значит, с точки зрения какого анализа, это означает, что Холокост их ничему не научил, и нужно будет его повторить. А то, что Дудник у него спрашивает, он не говорил. Поэтому может с возмущением отвергнуть клевету. Объясняю. Дело в том, что я внимательно слежу за тем, что происходит в Израиле. Мне страшно не нравится, что там есть довольно большая группа лиц, которая отчаянно поддерживает нацистов, которые под знаком свастики ходят. Ну, частично они ходят на Украине, но частично и в других местах. И они, значит, говорят, нет, что ради того, чтобы уничтожить поганую Рашку, их надо поддерживать. Я тогда сказал, что эти люди, они на свою голову выбросят новый Холокост. Хазин теперь утверждает, что он сказал, что некоторые плохие дяди и тети в Израиле выпросят новый Холокост. Он не думает, что мы слепые, глухие дебилы. Правильно, да? Далее Хазин решил усилить тему, кто не с нами, тот плохой. И рассказал, что вообще-то подхватил его выступление, высказывался один специфический человек. Один конкретный. Не миллионы, сотни тысяч, тысячи людей в возмущении, а вот этот конкретный человек. Давайте посмотрим. Дальше эту тему решил развить некий специфический человек по имени Авигдор Эскин. Авигдор Эскин – человек знаменитый, поскольку он ухитрился попасть в тюрьму в Израиле по обвинению в провокациях против арабов, палестинцев. Ой, какой плохой человек этот Авигдор. Он и преследует Хазина. Как ранее преследовал арабов. Но дуднику надо отмарать другана. Как бы выкрасить белый цвет. Поэтому он поставил точку вообще на Холокосте. Мол, точка. Холокост – точка. Даже нечего в этом разбираться. Вот давай тогда вернемся не к Холокосту, потому что это, конечно, тупость и все глупость. Только все вышли не знают, когда это все будет. Почему все-таки у тебя такая мысль, что Израиль не перестанет существовать? То есть там огромная страна с мощнейшей армией. Я не говорил, что он перестанет существовать. Я не говорил, а сказал Хазин, что он перестанет существовать. Поэтому у меня большой вопрос. Что с ними делать? Я думаю, что если Турция возьмет Кипр, то тут Израиль не выживет. Потому что без американских денег он не выживет. То есть Хазин не говорил, что Израиль перестанет существовать. Он сказал совершенно другое, что Израиль не выживет. Но, похоже, не выжив, он одновременно не перестанет существовать. А вы хоть что-то понимаете? Вот мы или все-таки Хазин – кто идиот во всей этой истории? Ну, а дудник и все те, кто пытался всеми силами обмануть нас, чтобы мы не заметили, не обратили внимания, забыли, успокоились. И решили, что ослышались вообще, так сказать. А Хазин – чудный мужик, смой в доску. Он просто говорил о том, что некоторые израильтяне и тому подобное. Не знаю, зачем они все это делают. Может, думают, как Хазин, что надо делать Холокост. Или что Израиль живет за счет США. Или что Украина дерется не за независимость, а за фашизм. Может, они так считают, а может, они зарабатывают на появление Хазина. И эти 300 стоят там 500 серебряников. А им важнее чести, совести своего доброго имени и памяти предков. Я бы сказал так, кто знает, кто знает. Я бы вышел к экрану и сказал народу, я виноват, Хазин подонок, простите меня. Ну, как бы вот кажется мне, что делать они этого не станут. Даже не знаю, почему так кажется. Просто кажется. О том, что, наверное, один раз продав душу, потом сложно ее обратно выкупать. На этом все. До свидания.